Я с Валентином Владимировичем Начал работать в 1989 году Мы были в хороших отношениях Редкие случаи, когда мы с ним встречались в консерватории Потому что мы работали в разных частях здания Он был веселый, общительный С ним можно было решать какие-то проблемы, задачи, разговаривать Так что достойный человек был и настоящий музыкант В общении он был легкий Мы с ним много общались, говорили о воспитании, о студентах Что делать Мне всегда нравилось, особенно его звук Именно вот этот тубный звук Он был особенный Он закрывает, прикрывает звучание инструментов Это как раз идет на пользу оркестру и вообще ансамблю звучания Я его вспоминаю как потрясающий музыкант Понимаешь, это играющий, это тембр, звук То есть это то, чего не хватает всегда оркестр И вот считается, что главные это вот первые голоса А побочные это вот контрабасы тут Нет, это нет, это потому что он только сыграл И все под него подстраиваются, и оркестр звучит А если нет этой группы, то и оркестр не звучит Вот это меня удивляло, и я до сих пор этим занимаюсь И понимаю, что строится оркестр не сверху вниз, как обычно думают А он строится снизу вверх Все великие дирижеры, которые всегда опирались на басовую группу Всегда, потому что она является основой, как бы аккомпанемента Создания подушки, что ли Для того, чтобы человек сел и спокойно играл в соло Валентин Владимирович, он был именно тем человеком, который создавал эту опору И он создавал ее, и был человеком, который, я не побоюсь того, что управлял группой Его отношение к игре тоже всегда меня, так сказать, удивляло и восхищало Потому что он всегда знал, в какой момент и когда, и где сыграть Как сыграть, как сделать так, чтобы группа зазвучала Не просто эта игра была, как бы, тубиста, которая А именно, как руководящего, так сказать, звуком и тембром человека Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!